МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На думку специалистов Комитета экономики Гомельского облаканкама, большость этих проектов будет реализована в ближайшие годы. Об реальности таких прогнозов можно мерковать по выниках попередних форумов. Кордоны, которые по якости не имеют аналогов не только в Беларуси, но и в Украинах СНД, начнут выпускать в Добруши. Инвест-проекты житевляют, благодаря кредиту Китайского банка. Все работы ведутся литерально, кажущие под ключ. На будавнейший плясовце будущего завода побывал наш корреспондент. Марина Северьянова. Инвест-проект реализуется на базе паперовой фабрики «Герой працы», яка выходит у холденных белорусские шпалеры. На проектную могутность, вытворшись трехслоевых кордону объемом 200 тысяч тонн в год, по планах выйдут уже в наступном годе. Кредиты по мере коля 350 миллионов долларов выделены на 13 годов, а окупность проекта в складе коля 10. До речи, частка будущих работников уже отправилась и в Китай, яка будет запрацовать на аналогичном обстелевании. У Поднебесной, до речи, побудовано уже пять таких вытворчостей. Первая партия белорусских специалистов, которые будут работать на этой фабрике, полетела в Китай на обучение. Здесь, конечно, будут работать впоследствии белорусские специалисты. Еще особенность этой фабрики в том, что очень высокая степень автоматизации в течение трех лет будет обеспечиваться гарантия. И, конечно, они будут присматриваться в фабрике и обучаясь белорусских специалистов. Это моменты, когда они сами смогут ее управлять. Амаль 1700 китайских специалистов, свыше 300 тысяч квадратных метров площадь и огульные затраты на сумму свыше полмиллиарда долларов. Так будуется комбинат милованного и немилованного кордона у Добруши. Обсталевание с Поднебесной и Франции. Як каже керавництво вытворчасти – самой выдатной якости и высокой ступени автоматизации. Дарыши, вытворчасть у Добруши новой продукции – не только один из двух найбуйнейших инвестпроектов, которые реализуют в регионе с удделом китайского капитала. Это не оценный уклад в сферу импортозамещения. Безусловно, качество, с которым будет выпускаться новый вид продукции, позволит не только заместить импортные аналоги, в основном российские, но и будет, учитывая его более низкая затратность, мы рассчитываем и на экспортные поставки. А кроме того, на этот год президент поставил задачу створить еще 5 тысяч новых прационных мест. С запуском вытворчасти милованного и немилованного кордона у Добруши открыться около 600 вакансий. Многие 10-ти годы социальная сфера и экономика Добрушского района держалась на промысловых предприемствах – фарфоровом заводе и паперовой фабрице. Але прационных мест на всех не хотело. Ехали на работу в Гомель и Россию. На новый картонный комбинат «Великая надея». Это прационные места и умыцование не только районной, але и в целом белорусской экономики. Марина Северьянова, Яугин Макеенко, Телера, до компании «Гомель» с Добруша. У Беларуси ознашили Международный день обороны детей. Это свято было затвержено в 1949 году. Решение Международной демократичной федерации женщин. В первую очередь ознашалось в 1950-м. На Гомельщине с этой нагодой прошли межматрившие мероприемства за организацией выстав дитячей творчести, гульновых пляцовок по интересах и разностранными показальными выступлениями. Наши корреспонденты побывали в самом новом микрорайоне областного центра. У вогули поселок Костюковка заснован в 19-м стагодзе. Все летаю изменил статус и стал новым микрорайонным областного центра. А тому и организованное тут свято с нагоды Международного дня обороны детей в этом годзе вызначается масштабностью. Для научальных установок Костюковки и адомага далека замежами краины заслуженного коллектива Республики Беларусь цирка имя Валерия Аберя, и китай сама мая насовую прописку, выучились и некоторые школы областного центра. А прошат Ахова программе, подрактованной для маленьких и дорослых же хоров Костюковки, предугледили показальные выступления Департамента Аховы с затреманием умовного порушальника. Головная задача – створить добрый настрой, як минимум на все летние каникулы. Лето, закончив учебный год, дети должны видеть свой праздник. Это их сегодня настоящий хороший праздник. Он организовывается везде, повсеместно, во всех районах нашей области, во всех районах города. Одна засобливость свята у Костюковцы – организация гульновых плясовок по интересам. По великим рахункам, сегодня каждый школьник может выбрать себе заняток на любой густ. Некого привабливают спортивные секции, некто марить поездил поход. Кажется, это вельми текаво. Туризм – это когда собралась компания, пошла в поход, расставила палатки, можно купаться, разжигать костры, петь песни под гитару, рассказывать истории всякие. На один день стадеон у Костюковцы пероутворили у арену для показальных выступлений. У травяных газон от этого наурадцы нужно потерпеть. Зато и уражение – самое остановочее. Фестиваль по ветроплаванию у Гомеля проводится с 2011 года. Всю лето юную першиню пройшел Костюковцы. Бодать центральное падение мероприемства с поборництва поветранных змеев. На час летних каникул для детей распроцовали специальную программу. Тут и школьные спортивно-здоровленшие пляцовки, и волонтерские отрады, и зеленый патруль, и школьные оздоровленшие лагеры. Международный день оборудования детей на Гомельшине поклал початок корыстным и захопляльным летним каникулам. Сегодня есть различные направления деятельности. Это детский туризм, это исследовательская работа, работа круглосуточных лагерей, межведомственное взаимодействие с органами правопорядка, пограничной службы, МЧС. И мы уже традиционно проводим третий раз областную игру «Зарница», где собираются все представители районов Гомельской области, и проходит эта интересная и увлекательная игра. Одним из центральных мероприемств у промеркованных до дня обороны детей стал жалобный митинг для мемориального комплекса «Детям ахвяром войны» у агрогородку «Шервоны Берах» Жлобинского района. В военных годах на этом месте размешался детяшек анслагеру, яким загинуло около 2000 неполнолетних. Разом с иншими их памятью шановала Вероника Ворошилина. Мемориальный комплекс «Детям ахвяром войны» у агрогородку «Червоны Берах» был открыт в 2007 году и за этот час принял больше миллион человек. Паша жалобного митинга тут так само шматлюдна. Ушиновать память заинуших детей приехали представники Улады, ветераны, былые вязни канцлагеров и молодь. На вашех кожного суммы смуток за скалеченные детячие лесы. У домках вечная память об их. Я очень уважаю это место и мне нравится здесь бывать. Очень жаль, конечно, детей. Мы должны помнить о них и мы должны постоянно посещать это место. А еще мы, как подрастающее поколение, должны делать все, чтобы на земле захоронился мир. Митных распрашивается у складания бянковых веток до скульптуры девушинки, якая небы просит до помои у неба, высобляя боль о маль двух тысяч загубленных тут детяших життев. У годы войны на этом месте размещался детяший канцлагерь. Захопники отбирали детей у батьков для сбора крови по раненым немецким солдатам и офицерам. У центральной часы одиного свете мемориала, просвеченного детям агвером войны, стилизованный класс с белыми партами, за який уже никто и николе не сядзе. Николе тут не прогучить и школьный звонок. Побач лист 15-ти годовой Катя Сусаниной, текст, якого крана до глубины души. Даречи и празминулые, после перемоги годы, былые неполнолетние вязни канцлагеров, узгадывающие перожитые немецкие зверствы, не могут стремливать слез. У каждого из нас своя судьба, своя история. Нас, конечно, убивали, травили газом, топили в болотах, морили голодом, холодом, заражали цифром, забирали кровь. Но мы все это пережили, восстановили хозяйство, расцвела наша республика. Основное действие Миттенгу развернулось на головной площади Мэрэяла для белого кораблика Мары с именами загинувших тут неполнолетних. Театрализованное представление с уделом дитяжих коллективов было просякнуто темой загубленного у гады Великой Чинной войны детинства. И одночасово гучал свой особливый гимн миру и светлой будущине, головным складающим счастливого життя, яке необходимо имкнуться заховывать сучасному поколению. Вероника Ворошилина, Валерия Панько, пелеродор-компания «Угомель» с Жлобинского района. Все больше белорусов долучается до республиканской акции под названием «Моей краине», набирая наобороты и в Гомельской области. Черговое мероприемство в рамках акции прошло в стенах Мелорусского Ганлево-экономичного университета с поживецкой кооперацией. На сцену ВНУ вышли ведущие кавербэнды «Угомеля», ка выконать свои лепшие номеры и одночасово собрать хорошовые сродки, а затем накеровать их на доброшинность. Стать удельником этой акции можно кожной, незалежно от взрослого пола обо профессии. И она проходит по трех направлениях. «Моей краине» моя повага, «Моей краине» мой поспех и «Моей краине» мои добрые справы. Рассказать про свои учинки можно у специальной группы в социальной сети. Для опубликования материала важно познашить одну из трех тем, по которой прошло мероприемство, место, где оно проходило и удельников. Лепшие учинки вызнашат сами подписчики группы. Я считаю, что в таких акциях нужно участвовать, потому что частичку себя, частичку этого добра мы дарим зрителям нашим и, так сказать, их заражаем этим вот добром, чтобы они это добро несли по цепочке дальше и дальше. В этот вечер было продать на больше 200 квитков, что дозволило собрать коля 7 миллионов рублей. У всех эти сроки будут перелечены на рахунки социальных притоков и детских домов. Дарыша акция протягнется до вероятности. И финалом станет масштабный концерт, учась якого организаторы узнагородят самых активных жахаров в области. В Гомельской области стартовала республиканская акция «Лето на корысть». Сегодня первую измену открывают профильные лагеры для школьников. Яны будут вести работу по 16 на керунках спортивному, творшему, интеллектуальному, патриотичному и инших. У расшистый старт корыстному летнему отпочинку дали в областном палаце творчестве детей и молодей. Тут для школьников и их батьков провели свою особливую презентацию махшимостей «Текаво провести лето в городе». На протягу двух месяцев под патронатом областного палаца творчестве будут спрацовать лагеры «Зарница», «Курсанты», «Лидеры», «Краина творчести». Надпочинок для школьников подрихтовали и во установах додатковой эдукации в области. Фишка гэта галета – профорентованные лагеры, у яких старышей школьники змогуть познаемиться с разностайными профессиями и максимумы образить для себе то, что наибольшь подобается и подыходить. Для того, как продемонстровать, что лето у профлагерах будет не только корыстным, а и веселым, открытие отпочивального сезона в Гомеле зарабили яскравым шоу с уделом лепших детских творческих коллективов города и циковой забавляльной программой. Сегодня дети любого центра, любого района нашей области смогут прийти в школу, в пришкольные лагеря, в центры дополнительного образования, получить возможность заниматься в кружках, декоративно-прикладного творчества, художественного творчества, найти занятия на любой вкус. В Октябрьском районе з'явился еще один объект культуры. У вёсты Кавали открылся приватный музей «Чаровный скарб». У двух вязковых катах разместились прилады працы и быту, которые сопровожали местовых вязковцев на протягу некольких стагодзев. Из экспозиции ознайомился Олег Сентюров. Усяго шесть километров от городского поселка Октябрьский и вы у вёсты Кавали по письмовых крыльницах и наведомы с 18-го стагодзем. Еще на початку Великой Ачины тут проживало больше 600 человек. Сегодня не заставалось и 100. А тому и даю местовой джихарке Марии Мухиной створить у Кавалях музей сельского побута в Ясковстве Патримаве. Правда, некоторые из экспонатов с часом пришли у таких стан, что для их отновления пришлось и проводить специальные реставрационные работы. Кажется, что так просто. Даже отстирать вот эту вещь, её же стираешь только ручная работа с содой. И не один раз. Пять, шесть, семь. Если уже там не получается сохранить её как простыня или там что-то ещё, тогда я уже в рамочку беру хоть кусочек показать людям, что они принесли, что сохранила я память, чтобы было. Головная задача музея «Чаронный скарб» покинуть молодшему поколению память про то, что, зникая, традиционную белорусскую вёску, прорады, працы и быту господа Раси Леонидом. Ещё несколько десяти годов тому у сёгэта можна было убачить практически у любой хати. А сёгэта можна было убачить, а сёгэта уже лечится, а мать, что раритетам, хоть есть тут и сапоруды редкие экспонаты. Один из самых старых экспонатов «Жаночая Сукенка». Такие носили жанчины подчас кормления маленьких дятей. Гэта экземпляр выраблены больше 300 годов тому. Такой вопроткой сёгэта можна похвалиться далёко не кожная этнографичная коллекция буйных державных музеев. Сегодня сиротноведовальникам музея «Чаровный скарб» жахары Беларуси, России, Украины алина Бош – частые наведовальники жахары района, які приходят сюды целыми семьями и обовязково рассказывать об музее усім гостям. Мы часто бываем на экскурсиях, там проводим мероприятия разные, интересные. Как выходим туда, так она сюда приходит. Очень много интересных. Засновальник и владальник приватного музея Мария Мухина каже, что зараз разносайдых речев насбирался стоки, что можно открывать ящедну экспозицию. Стремливое одно – хата под яеёсть, але яна подробою ремонту своими силами не справится. А покой гэта проблема чакая свого выращения, жанчина разом с родными посадила у вёста каля 500 древ. У речи гэта так само своясабливый музей, у яким заховается память об существом поколении. Планируем сейчас посадить аллею каштанов, уже подращиваем каштаны, и будят аллея вот одни каштаны будут по обе стороны, чтоб можно было проехать, посидеть. Ну, я думаю, я не вечно, а когда-то память должна остаться. Олег Сентяров, Юрген Макеенко, телерадо-компания «Гомель», Октябрьский район. И на этом поколе сёза разведём подейс ошите по наших выпусках. А я с вами разведуся. До повышения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова